Микс Ньюс Добрый день, 12 часов 15 минут в Риге, у микрофона Анастасия Осмоловская, это программа «Разворот». Сегодня её проведу я, в гостях у нас глава Латвийской национальной оперы и балета, бас-баритона Гилл Сыныч. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, для начала поздравляем вас, буквально на днях вы заняли это кресло именно, потому что о должности стало известно ещё весной, но вот сейчас вы вступили уже, наверное, и в кабинет, и в кресло, и, в общем-то, уже в законные права. Спасибо за поздравление. Как ощущения? Ощущения хорошие. Не думал, что дни пролетут так быстро. Первая неделя буквально, как сказать, я думал, ах, работа в офисе, это там со столом сидеть что-то, но это просто первая неделя пролетело просто. Ну, вы как революционер вошли в оперу или так пока присматриваетесь без каких-то реформ глобальных? Ну, революционер я бы не сказал, но певец с большим опытом, 30 лет я пел везде в мире, в принципе, всех известных театрах. Более чем. В мире и в фестивалях всех. Так что я знаю, как работает за границей опера и эти идеи. Просто хочу сейчас то, что возможно, и основить в Риге, чтобы нам было интереснее, легче работать. И тоже был такой поворот немножко в Европу больше. В какую сторону? В Европу? На какие театры мы можем? То, что я поменяю сравнительно с предыдущим директором, будет то, что мы будем делать тоже коопродукции с другими операми. У нас уже есть два проекта, надо смотреть, как они финансиально выгодны будут или нет. С одним мы уже даже финансиально разобрались. Это одна основа, которой раньше не было, делать коопродукцию. Это очень сейчас популярно, модно. Обычно два-три театра делают одну продукцию. Тогда все, что касается гонорар для режиссера, все, и вся продукция, костюмы, все делятся на эти три театра. И это особенно возможно, работать с таким театром, который имеет принцип стаджоны. Это значит, когда они один сезон делают постановку, отыграют пять или десять раз, в зависимости от большинства города. И продукцию обычно просто не показывают больше. То есть не так, что десять лет, грубо говоря, родители ходили на эту постановку, и потом детей ведут. Через 10-15 лет все та же постановка, грубо говоря, с теми же артистами. Это у нас так еще есть и будет. На К-продукции мы хотим, чтобы мы были главы этой продукции. И потом зависит от нас, кому мы или делаем на аренду эту продукцию, или, может быть, продаем, если нам невыгодно. Но это гораздо снижает расходы. Но совместные вот эти постановки, они же, ну вот это и репетиции, и создание костюмов. Это же тоже, наверное, кто-то там, наверное, не в Америке, чтобы и летать, и ездить. Это же как-то надо где-то встречаться на какой-то элементарной ситуации. Это да, ну, чтобы вам легче понять, например, мы планируем постановку Россины Ченерентола, Золушка, да, русский. И там заинтересован тоже театр из Тулузы. Мы делаем у нас премьеру, отыграем, там еще не договорено, когда они будут забрать. Ну, отойдут на контейнеры эту продукцию у них, отыграют там полгода, и мы вернем обратно это. А артисты? Артисты, это зависит от театра самого. То есть здесь могут играть наши артисты, там могут играть их артисты? Да, это как театр видит, если он хочет гостей только, может, с гостями. Ну, такой театр, как Тулуза, трупов у них нет, они только на гости. Но в нашем случае, ну, скажем, средние роли, маленькие роли обязательно будут с нашими солистами. А главная роль зависит, какие солисты у нас могут хорошо их петь, так и будут. Вы уже до этого, когда говорили о вот этом, ну, такой реформе в плане денег в том числе, да, для того, чтобы как-то сократить эти расходы, и вы говорили, что можно продавать или сдавать свои ресурсы. Что вы под этим подразумевали, вот эти совместные постановки, что Латвия может предложить для других стран, для больших? Ну, например, если у нас есть продукция, которую мы решили, она уже отыграла своё, мы просто будем предлагать её на рынке. Но это костюмы, декорации, что это? Да, декорации, костюмы и идея режиссёра. Ну, обычно все такие постановки уже сняты на видео, тогда или они сами, тот театр, который покупает, может от видео распределить и своим ассистентам сделать постановку, или в какой-то случае они прямо от того режиссёра предлагают, который уже делал постановку. А как это происходит? Это есть какая-то там неделя, не знаю, какой-то кинофестиваль, где продают эти, можно приехать, посмотреть у кого какие постановки, или вам надо как-то предлагать, продавать? Во-первых, это, если у тебя есть связи с театрами, например, разговоров, я же тоже ещё буду петь, ты знаешь, а они хотят постановку такого-такого, ну, скажем, летучий голландец. Мы говорим, а, у нас есть хороший летучий голландец, приезжай, посмотри, может быть, можешь получить на аренду, мы в следующем году не собираемся играть его. И всё, предлагают. То, что я не закончил одна из ко-продукций, второе дело есть взять на аренду, тогда, конечно, у нас не остаётся эта продукция, мы показываем, ну, сколько Латвии. Четыре до десять раз показываем, и потом отдаём обратно, там есть определённая сумма на аренду. И есть возможность тоже покупать от какого-то театра продукцию, в которую театр больше не хочет играть, ну, если цена небольшая. Ну, это тоже, ну, не только идёт здесь речь о выгодности, но возможность нашей оперы у нас... Мы можем только в сезон два балета, премьеры делать, и четыре оперы. Ну, если на будущем хотим что-то больше, тогда эта возможность разрешает, поскольку, ну, если на аренду, там уже... С цехом, который делает декорации и костюмы, не надо, может быть, поменять что-то размер, но не надо заново всё делать. Вы вот сказали два балета, премьеры и четыре оперы. Я вот во время подготовки тоже услышала от вас эту информацию. И, может быть, поясните, премьера – это совершенно новый спектакль должен быть? Или премьера – это просто вот сезон начинается? Нет, премьера – это совсем новый спектакль, где вся идея, вся концепция, режиссёр, декорации, костюмы делаются совсем новыми. То есть, каждому сезону мы делаем два балета и четыре оперы? И это всегда новое? А хватает, где берут вот эти идеи? Это же должно быть что-то новое всегда. Ну, это, поэтому я в этом должности, я должен искать идей, должен искать режиссёра, который должен искать названия, которые в Риге не игрались. Особенно, я попытаюсь, особенно в этот путь идти, названия популярных композиторов, которые в Риге никогда ещё не были. Вы в какую сторону хотите идти? В сторону классики или в сторону более популярных каких-то, модернизированных уже постановок? Я не думаю, что специально какой-то популярный или модернный, я просто хочу хороший театр. Если я буду увидеть этот режиссёр, имеет очень хорошую идею, чтобы рассказать сюжет этой оперы, тогда форма, всё равно самое главное, интересная. У вас как раз-таки вот по поводу интереса и такой работы необычной была постановка «Летучий Гланзец», о которой вы говорили, с Вестром Кайришем. И вот собираетесь ли вы ещё каких-то, может быть, у вас уже есть на примете какие-то режиссёры, которые не классические балетные, оперные, но вам было бы интересно поработать с ними? Ну я сейчас, после первых пять дней в работе, в моей должности не хочу сразу все имена называть. Я буду, думаю, когда мы закомплектируем и подпишем все контракты, тогда я и буду. А то получится, если что-то, кто-то поменяет, мне придётся опять заново вам объяснить, почему, что. Так что, ну это будет. У вас должны пройти или проходят уже прослушивания, да? Вы как и художественный руководитель, и новый директор решили отслушать всю труппу. Как это происходит, и как это воспринимают сами солисты? Ну, я вижу, что Латвия этого немножко воспринимает, как что-то, гроза какая-то, что-то будет. Ну это совсем нормальный процесс. Я думаю, каждый новый директор оперы должен познакомиться с солистами труппы, и не должен ждать год или сколько пока каждого по одному выслушит. В данном случае мы делали прослушивание, три дня прошли, не все прослушивались. В этом месяце будет ещё один или два числа, чтобы все могли показаться, некоторые заболели и так далее. На этом случае просто было, что мы хотели понять, какие солисты мы можем на новую постановку Дон Жуана из наших солистов поставить. Очень просто. Наурис Пунтулес, который стал министром культуры, но он продолжает быть солистом оперы. Насколько мы знаем, у него в декабре, по-моему, два выступления запланированы. Он проходил уже прослушивание, его это тоже касается? Прослушивание прошли солисты, которые в труппе на постоянный контракт. Наурис Пунтулес, он, в принципе, поёт бесплатно, и он не в труппе больше. Конечно, он как министр не может параллельно быть штатным солистом оперы. А касательно вас, вот мы перед эфиром затронули чуть-чуть эту тему, что у вас должность теперь такая, что вы сами говорите, время пролетает незаметно, но всё равно ещё остаются какие-то контракты с зарубежными постановками, театрами, и здесь вам тоже ещё надо что-то закончить. Будете ли вы заканчивать или оставите себе эту возможность всё равно периодически выходить на сцену? Ну, я не буду часто выступать в Риге, но не буду прекращать тоже пение. Конечно, мы будем это обговорить, обсудить с Министерством культуры. Я сам не буду себе контракт подписать, чтобы я пел. Это будет всё нормально, официально, с разрешением, чтобы не был какой-то конфликт, как это вы русски говорят? Конфликт интересов. Да, как раз. А вы сказали, в Риге, а за рубежом? Ну, в этом сезоне я сейчас вообще, если беру какие-то контракты, я некоторых отказал, смотрю, чтобы они короткие были. Короткие контракты обычно возможны только в случае, если нет новой постановки. Новая постановка обычно длится в Германии где-то 6 недель плюс спектакли. Ну, при моих должностях это было очень опасно. А как за рубежом сейчас? И я в январе пою венской опере, опере Вагнера Лоен Грин. Ну, это мне занят неделю или 10 дней максимум между спектаклями я могу приехать обратно в Ригу. Потом будет постановка в марте в Лондоне Фиделлио вместе с ведущим тенором Йонас Каффман. Ну, там тоже не столько времени займет. И в июне я пою в Дюссельдорфе, там буквально 5 дней будет летучий геннеландец. Ну, эти контракты уже были перед тем, когда я согласился, подписал и от министерства это знал. Нам надо прерваться на короткую паузу. Не переключайтесь, вернемся через пару минут. Мы продолжаем. Глава Латвийской национальной оперы и балета Бас Бретонна Гилл Сынш у нас в студии. Напомню, телефон напрямого эфира 6-7-212-93-9-6-7-213-93-9. Можете нам звонить и задавать свои вопросы. Токио прозвучало в эфире. Вы рассказали о 2022 году, правильно? Да. 2022-й? Да. Полетите, если все сложится. Нет, я уже подписал контракт. Должно сложиться. И это будет «Летучий голландец». «Летучий голландец» — это будет 20-я новая постановка, которая пела с этой главной роли. Юбилейная. Первая была, кстати, в Риге. Режиссер был Андрей Жагарс. По-моему, 2003 год. Вот, кстати, про Жагарса говоря. Его «Пиковая дама» в феврале будет, да? Заменили, я так понимаю, новую постановку, которая должна была быть. И в постановке Жагарса «Пиковая дама» в феврале опять будет. Да. Это моя вина. Ну, почему же вина? Мне кажется, для очень многих. Нет, была предвидена новая постановка, но финансиально она очень дорогая получилась. И поскольку это еще был процесс, где могли мы еще остановиться, не платя какие-то суды, как по-русски. Штрафы. Штрафы. И солисты были организированы, и они будут петь просто в постановке Жагарса. Ну, и такая дань памяти, мне кажется, тоже. По поводу зарплат, штрафов и прочего в опере. Вы тоже как-то упомянули, что, например, рядовой музыкант, который играет в оркестре, например, он учится много-много лет. Это бывает и 15, и 17 лет, а зарплату получают не такую большую, как хотелось бы. Но, например, выйти к Сейму, грубо говоря, как врачи, они не могут, потому что скажут, ну, не сравнивайте. Но это тоже люди учатся тратить свое время, это их призвание. Что на сегодняшний день? Собираетесь ли вы что-то менять и можете ли вы что-то поменять? Нет, ну, мы живем в стране, где финансиальные возможности, какие они есть, так и есть. Это, конечно, очень жалко, что так есть, что музыканты, которые, буквально, чтобы вообще мог быть музыкантом до музыканта опытного оркестра, это не только там конкурс под конкурсом, но ты должен был быть самый лучший еще, да? И скрипач точно должен там буквально 17 лет учиться, и потом между всем этими скрипачами еще быть самый лучший. Это, ну, хорошая вещь есть, да, что в январе или феврале мы можем несколько поднять зарплаты. Это не было пара лет точно. Не поднимали зарплату. Не поднимали, вот сейчас правительство дало за это деньги, если еще не сократят. За это время, ну, завтра, послезавтра. И, ну, как Вы уже сказали, так же врачи, они в такой же ситуации, такие же специалисты, которые также должны получить это больше. Так что... Сколько сейчас получают рядовые сотрудники оперы, если мы там не говорим о прямых балеринах или главных солистах, может ли человек, просто играя в оркестре, вот там несколько концертов, несколько спектаклей в месяц, жить только этим? Или это все равно надо какие-то подработки, конкурсы? Очень многие все-таки работают или в двух оркестрах, на какую-то полставку еще в национальном оркестре, или они преподают где-то или в консерватории, или в музыкальной школе. Так что, в принципе, с одной зарплатой, особенно если имеешь детей, наверное, невозможно. Но это же наверняка касается тоже, например, звукорежиссеров, осветителей. То есть это люди, которые не могут быть постоянно. Ну, это весь комплекс, конечно. Но, конечно, я буду к этому стремиться работать, чтобы люди получили, особенно те, которые талантливые специалисты, чтобы не уезжали, чтобы остались здесь и получили более хорошо. А вот много уезжает тоже по этому поводу вопрос есть. То есть насколько мы и наша опера престижная, но она престижная однозначена в странах Балтии, и насколько люди хотят оставаться здесь, вот они, например, становятся солистами, или все-таки там куда-то смотрят на Запад, на Кувергарден, на Ласкалу, куда-то вот в ту сторону? Ну, я думаю, особенно солисты, они же, ну, один театр не может каждому солисту предлагать роли, которые ему, как сказать, удобные специально в то время, когда твой возраст. У нас не столь большой репертуар, если сравнивать Венской оперы, где я пропел 10 лет, где-то оно было 4 года на постоянном контракте, у них более 50 названий в сезоне, и 250 с чем-то спектаклей было в один сезон, только оперы. Тогда, конечно, находясь в такой труппе, если ты хорошо поешь, есть возможность найти репертуар, с которым ты можешь и расти, чтобы твоя профессиональность поднялась. А в театре, таком, как в нашем, конечно, мы имеем не так мало, но более 20 названий, но с таким репертуаром не всегда можешь, как сказать, всех солистов, чтобы они довольны были тем. Но я думаю, это ничего сложного, если какой-то солист приглашен где-то петь, это только дает ему возможность развестись, стать лучше, и потом приезжать к нам, и публика будет радоваться. А Вы сказали, 20 постановок у нас плюс-минус в году, можем ли мы больше? Потому что, например, я в начале ноября смотрела билеты на того же «Щелкунчика», уже все распродано до Нового года, есть на январь, кстати, если кого-то интересует, там уже буквально пару билетов осталось. Ну, то есть самый ходовой, понятно, что в Новый год, да, перед Новым годом. Но все равно там все, уже билетов нет, то есть спрос большой. Лишь мы можем больше, но трудно ответить. Одна возможность есть, то, что в начале нашего разговора я начинал, если мы на аренду идем, и тогда можем те солисты даже тоже брать, если они не столь дорогие, или моя, как сказать, сейчас амплуа и должность есть, где я со всеми, которые я знаю, он получает в Германии два или три раза больше. Я просто говорю, ну, наша возможность есть такая, но ты же в Риге не был, приезжай. И дружественные связи позволяет тоже снизить цену. Так что, конечно, не хочется только с этим заниматься, цену ниже, 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 но такова жизнь. А у нас есть приглашенные к нам, например, откуда-то, где, может быть, это не так развито? У нас из каких стран? У нас в постоянной труппе, например, находятся? В постоянной труппе у нас, в принципе, только те, которые латышские гражданины. Но моя идея есть немножко все-таки смотреть возможность, чтобы певцы из России или Украины или Белоруссии даже прямо в трупп предлагать. Но это только идеи. Надо смотреть, как там законы, как там что. Особенно нам не хватает драматических голосов, и особенно метеосопрано, это низкие женские голоса. Если кто-то нас слышит, вы нужны Латвийскому театру, опера и балета. А почему именно Россия, Белоруссия, Украина? Из-за ценовой у них нет такого запроса? Или там хорошие голоса и артисты? Там хорошие артисты, хороший материал и, конечно, ценным. Чтобы кто-то согласился за латвический гонорар, там трудно найти, если он уже на том уровне, который мы хотим здесь в Латвии видеть. Так что... Конкурентоспособная. Да, да. Как вы считаете, надо или не надо? Возможно, у вас уже какие-то мысли были. Вот популяризация этого жанра как такового, потому что до какого-то времени, до какого-то возраста, наверное, я бы сказала, что считается, что это такой элитный вид искусства. Опера не всем понять, не всем высидеть, особенно детям, что надо в театр приходить. Это должны быть там вечерние платья и точно не джинсы с кедами или кроссовками. Вот как вы думаете, насколько надо ближе к людям делать? Я почему спрашиваю? Потому что вы, например, в пешеходном переходе пели два года назад, по-моему, в 2018 году. Это было в поддержку зала Вагнера. Ну, то есть, таким способом все СМИ об этом написали, все на это обратили внимание, сделали сюжеты и все говорили об этом. Нет, я думаю, это надо. И надо начинать уже с молодежи, поэтому мы и думаем проектов, которые для детей, чтобы у детей не было что-то, что не знают только оперу из 100 метров, но были внутри, чтобы что-то сказали, да, я слышал это, увидел этого, и потом через какое-то время он будет заинтересован прийти как зритель на оперу или балет. Ну, это очень важно. Я не думаю, что опера элитарная вещь. Она была раньше элитарной, но сейчас все-таки выровнялась ситуация от времен, который был 200 лет назад, между народом и аристократии. Так что, и я думаю, та традиция, которая у нас есть в Риге, я считаю, что все-таки в оперу идет немножко как на праздник, хорошо одеты. Это надо соблюдать. Я думаю, не надо, мы везде уже идем просто так, да. Я думаю, так хорошо, что женщины могут показать свои новые платья и хороший гардероб. Иначе где будешь показать? Отличный повод выгулять, это правда. А вот по поводу костюмов, например, тот же щелкунчик, Александр Васильев создавал костюмы, подбирал для щелкунчика. Ну, то есть это тоже такая вещь, которая популяризировала того же щелкунчика в глазах массы. И не было ли идеи как-то сделать, может быть, памятку вообще для людей, которые очень хотят, но еще и не подошли к этому с теми же операми, например, потому что я знаю, что есть там четырехчасовая, которая, ну, достаточно тяжело, может быть, посмотреть человеку и послушать, который вот первый раз сделать памятку, там, это для начинающих, это для продвинутых, кто уже там был и понимал. Ну, это немножко сложный вопрос. Конечно, это не совсем задача нашей оперы. Это можно, может быть, посмотреть какие-то другие институции, которые могут, как сказать, какой-то подход к оперу, какой-то типа курс или что-то такое. Я думаю, то, что мы можем, это есть работа с детьми, но с взрослыми это уже тогда просто нам не позволяет капацитет, ресурсы, место и все такое. Летом экскурсии проводились в театре оперы и балета. В такое закулисье можно было заглянуть. Эту практику вы собираетесь? Я думаю, да, это остается, это везде популярно, и в Вене, и в Нью-Йорке, и почему не Латвии. Это одна форма, да, как туристический объект, он же не бесплатный, так что опера из-за этого кое-что, какие-то небольшие деньги тоже зарабатывает. Вы упоминали, что в опере оказалось, что какие-то инженерные проблемы есть. Да, это я недавно услышал. Есть опера, хотя делали капитальный ремонт, в 1995 году он закончился, но инсталляции, канализации, водовые проводы и, по-моему, электричество какую-то часть была еще и осталась, та, которая была с 60-х год, и сейчас это опасно. И что делать теперь? Какие сценарии? Ну, сценарий есть, все менять. Но это деньги, где вы сами или это государство? Ну, это должно мы говорить с государством. Конечно, если мы сейчас отдадим все деньги, которые думаны на постановке, сейчас ремонт, тогда что мы будем показать? Мы будем показать новые, чтобы зрители, как вас, видеть более чем один раз в году. Нам надо что-то каждый раз новое показать, поэтому надо новые постановки. И это единственный путь, как делать внимание у зрителей. Это новые работы, новые постановки. И если старые постановки, тогда надо новый солист, который славный солист, чтобы интерес был. А о каких суммах здесь можете речь? Во сколько, может быть, делали ли вы какую-то оценку? Была оценка, Я думаю, минимум 3 миллиона будет только на это предвидено, но поскольку там на некоторые вещи нет даже планировки, где эти трубы идут и так далее. Вы даже не знаете, где они проходят? Ну, я не хочу точно так ответить, честно, на вопрос. Я еще не познакомился в деталях, но есть некоторые моменты, где мне это неизвестно. Вот мы по поводу помещений, несколько лет назад сдавала опера. Помещение был, по-моему, юбилей или день рождения просто Игоря Крутова. И тогда тоже некоторые критики подверглись, что вот как латвийский национальный театр оперы и балета сдают там для каких-то таких праздников. Сейчас есть такая практика? Сколько мне известно, в понедельник, когда мы не играем в спектакле, мы сдаем на аренду для организаций, для кто хочет платить эту аренду. Я думаю, на то, что вы сказали, не было бы, наверное, ничего такого большого шума. Это контракт на крутой был. Он был подписан перед тем, когда все политические дела в Криме случились, а просто так сочеталось, что, как сказать, сошлось так, что актуальность была в тот момент, поэтому подняли шум, а иначе прошло, и все радовали, что он может... Но спрос большой? Многие хотят? Желание есть? Ну, всякое, всякое есть. Не так мы бы хотели больше. Но это о каких суммах? Может, там, это тысячи, десятки тысяч? Ой, я сразу не все суммы везде могу подсказать. Я думаю, где-то 3 тысячи, примерно, стоит вечер, но не дай Бог, что мне кто-то будет сейчас держать за эту цену. Потом спросят. Мы уточнили, что это не то. Поскольку мы же должны тоже давать, там, гадарабисты, людей, которые обслуживают, и в зависимости тоже от какого... Сколько масштабное. Сколько масштабное. Поэтому это точно не так сказать. Весной этого года ваш предшественник раскритиковал клумбу там, где эта площадь маленькая, у театра. Вы, наверняка, тоже слышали. Вот у нас был представитель Рига Смэжа, который сказал, что было даже обидно, потому что клумбу только-только сделали, вот этот цветник его организовали, еще там не успело все расцвести, а уже критика была. Вы сейчас смотрели на эту клумбу? У вас есть какие-то критические замечания? Или все вас устраивает? Я сейчас не думаю, что я... У нас в парке все эти самые обстоятельства, как по-русски... Ну, посадки. Посадки. Я считаю, особенно в центре очень хорошая ситуация. Я только могу их благодарить за их работу. Поэтому из-за одной какой-то части критики, критизировать и поднять такое, большую не стоит. 6-7-212-93-9. 6-7-212-93-9. У вас есть еще немного времени для того, чтобы позвонить и задать свой вопрос. Глава Латвиско-национальной оперы и балета Бас Баритон Эгил Сыленьш у нас сегодня в гостях. У вас не так давно, два года назад, по-моему, была... Вы выступали в постановке «Демона» по Лермонтову, где должен был выступать в Ростовске, но из-за болезни не удалось ему реализовать эту идею и пригласили вас. Может быть, можете рассказать о ваших впечатлениях? Да, эта постановка была в прошлом году в мае в Барселоне. Постановка была совместная работа с Московским театром, я сейчас не помню с каким. Да, я с удовольствием пою эту роль довольно... Я до того пел где-то три постановки разные, но сейчас был большой период между последними и этой постановки. И театр Барселоны я знаю хорошо, я уже пел там четыре разные другие постановки, так что с удовольствием вернулся там. И я считаю, что эта опера Рубинштейна, она на Западе слишком забыта. Считаю, прекрасная музыка, которая просто могли так часто, как Чайковского, играть, но в России он популярен, но в Западной Европе почти нет. Ну, к нам собираетесь его арендовать, может быть, привезти, попробовать? Ну, одна возможность есть, что мы могли, может быть, концертное исполнение сделать. По-моему, постановка Андрея Сажагарса была 20 лет назад примерно. А может быть, и постановка, посмотрим еще. Точно такой идеи нет. Есть другие оперы, которые больше расстояния, как не игрались. Есть что еще поиграть. А вы в этой постановке поедете на русском языке. А вообще на каких языках вам удалось выступать за всю вашу карьеру? Во-первых, я хотел извиниться за мой русский. Я последние 30 лет почти не говорил по-русски, очень редко. Потому что русский, мы всегда благодарны гостям, которые пытаются это... Да. Это уже очень много. Спасибо. Я сам разговариваю в пяти языках. Шестое, немножко, мы русский, латышский, немецкий, английский, испанский. Итальянский я понимаю довольно более-менее. Я пять лет учил консерваторию и понимаю. Но не столько разговариваю, мне мешают испанские. Я хочу просто испанские слова сразу сказать. У вас в ту сторону. Они довольно похожи, поэтому, если может быть... Но вы их выучили благодаря тому, что выступали на них? Или потому что учили целенаправленно учили? Или как-то возглавили? Нет, но английский он уже... Какой английский? Я же десять лет жил в Вене, работал до того в всех немецких театрах. Это тоже автоматически немецкий я должен. А испанский? Моя жена испанка. Чтобы с фамилией разговаривать, я стал учить. И поскольку там часто бываю, я жил до этого времени в Испании, когда мне вообще свободно было время. Ну, как теперь жену с испанскими корнями в нашу не самую теплую погоду перевезти? Ну, единственное, что здесь не хватает, это свинее небо. Надевайте наушники, звонок успеем принять. Буквально три минуты у нас до конца остается, поэтому коротко попрошу задать вопрос. Алло. Алло. Здравствуйте, вы на эфире. Добрый день. Добрый день. Вот господину директору оперу, я так по-простому. Вы ощущаете, что публика изменилась? Вот. Не каждый человек пойдет. Я-то человек жил в советское время, и все подряд ходили с детьми. А теперь не каждый может сходить. Имеет ли это значение в вашей деятельности? Спасибо. Ну, в наше время сейчас, когда интернет, всякие другие очень широкие возможности визуальные, конечно, для оперы, для нас осложняют привлекать публику более. Но сравнительно с другими странами, мы в очень хорошем положении ситуации, у нас все-таки есть молодые люди, молодежь, видно в публике. Если вы видели публику в Германии или в Швейцарии, например, там только седые головы видно. Так что, но мы будем работать на то, чтобы популярность оперы усилилась и пришли тоже более молодые люди. Приезжают к нам специально для того, чтобы, например, не знаю, из России приезжают на каникулы, да, у них, например, длинные, и заодно они там идут в оперу. Или из каких-то других стран приезжают и идут на какие-то наши постановки. Вы уже знаете? Может быть, какой-то анализ был? Я знаю, что, ну, так получилось, что русскоговорящая публика больше посещает балет, а вот еще больше оперу. Но, может быть... Ну, не знаю, традиции, с одной стороны. Может быть, из-за того, что не хватает титров, перевод на русском языке, это можем мы еще посмотреть. Может быть, какой-то раз в неделю делать оперу с русскими титрами. Мне кажется, что титры просто нужны, даже если с русского на русский переводить или с английского на английский оперу, не всегда понятно. Это тоже, но, я думаю, особенно в опере, когда высокие голоса поют, очень любому трудно понять. И, по-моему, это много помогает, если есть перевод или если есть текст. Потому что, если ты до того не подготовился, какой сюжет, о чем есть в опере, когда прочитай во время пения текст, это более ясно. Вы считаете, что надо готовиться? Уже подготовленный зритель должен быть? Или может прийти вообще с ним? Может прийти так, но я думаю, это просто самому зрителю поможет, если он будет подготовлен, будет знать, о чем речь. Ну, это можно прямо перед спектаклем тоже прочитать. Немножко есть спрошюры. Но если немножко более подготовленный, еще послушал кое-что, в эти дни в Ютубе можешь послушать все, что угодно, или специально арии, которые популярны, тогда уже вам будет мнение, пел ли наш солист или певец лучше, хуже, так же. Так что, это же интересно. Спасибо. Глава Латвийской национальной оперы и балета Бас Бретона Гилл Силанч был у нас в студии. Удачи вам. Ходите в театр оперы и балета. Я думаю, что любой человек, даже не подготовленный, все равно удовольствие получит. Спасибо вам. Все хорошо. Спасибо.